В игре «Что, где, когда» строгие правила на обсуждении вопроса дается всего минута. Гаджетами пользоваться нельзя, на столах только ручки и бумага. Последние секунды перед началом и звучит первый вопрос. Лев созывает совет, чтобы зачитать зверям письмо от Икса. Большое количество зверей верят этому письму. Однако некоторые, например, «Единорог», не поверили. Назовите Икса. Почему «Единорог» не поверил? Все поверили. Правильный ответ – «Ной». Те звери, которые не поверили ему и не пришли на ковчег, не смогли спастись. После 12 вопросов перерыв с музыкальной паузой, как в телевизионной игре. Со сцены звучит саксофон, команды подводят промежуточные итоги. Впечатления праздника, радости, очень интересные вопросы. И, в принципе, ответы лежат на поверхности. Стоит только немножко включить смекалку и логику. Впечатления, как всегда, прекрасные. Вопросы сложные. Есть вопросы с подвохами, естественно. Очень интересно играть. Очень приятно, что много людей в этот раз. Клуб интеллектуальных игр появился в Рязгому. В этом году принимают в него всех желающих, независимо от курса и факультета. Было много сподвижников, так как все заинтересованы в данной игре. И все очень ждали этой игры. Поэтому нам было не очень сложно. Тем более, что в основном в организаторах те, кто играл что, где, когда. Поэтому составить вопросы, составить правильный регламент нам было очень просто. Пока идет отбор. Игра в день студента. Первый тур победители будут соревноваться дальше, чтобы выбрать сильнейший состав. Лучшая команда получит не только призы от спонсоров. Возможность представлять наш университет на более высоком уровне, потому что интеллектуальные игры в последнее время набирают достаточно большую популярность. И проводятся межрегиональные, а также всероссийские соревнования по интеллектуальным играм. Выступая на открытии, проректор по лечебной и воспитательной работе Галина Артемьева отметила у Клуба интеллектуальных игр большое будущее. Мне хочется надеяться, что Клуб интеллектуальных игр будет развиваться и будут формироваться и другие площадки, иные площадки. У нас уже заявилась дискуссионная площадка, но и у студентов нет предела фантазии, поэтому что-то придумайте вы еще. Я желаю вам креативных идей. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».